приветствую всех в блендер 283 и давайте посмотрим как можно сделать надпись в этой программе используя курву и вот модель вот этого карандаша так семерка на нампаде карандаш можно с помощью мог пока увести в бок чтоб не мешал и отключить так нажимаем shift а нажимаем наш нажимаем план делаем с так то вот теперь заходим в материалы найдем именно надпись какую-нибудь и имидж текстур подгрузим нажимаем вот на эту папку ждем не без этого почему-то перескочила так десктоп и находим ну давайте вот hello транспозом немножко все это дело растянем чтоб надпись более вытянутая была ну а теперь shift а подгрузим именно курву без зер вот эту и найдем edit mode переключимся так попробуем сделать курву чуть побольше смотрим смотрят треугольники где будет начало где конец и вот таким вот образом перекручиваем g подставляем букве х выделяем сейчас поближе подвинул черное на черном фоне плоховато видно и вот эту часть это немножко выравниваем а вот эту часть g вот так немножко ей и делаем е и ведем ее вот сюда немножко вот в эту сторону и g по верхней кромке поведем вот по этой можно и конечно состыковать вот с этой первой куртой полосой ну давайте вот так вот просто и для понимания так вот так g вот так r немножко перекручиваем и g куда-нибудь и вот сюда вот так тянем р чуть-чуть перекрутим g словом выставляем по букве так вот как-то выделяем вот эту часть жмем е р и пошли вот так вот рисовать курвой именно вот эти буквы по внешней именно кромки вот по этой ки надо е вот сюда подводим делаем r g как-то его красивее выравниваем е вот сюда r g вот эту часть немножко r и g вот прикольно а эту чуть-чуть тоже подкрутим и g подгадаем вот не видно на белом белые буквы то что я нажимаю ну есть неудобство g картинку вот выбрал а блана красную какую-нибудь брать или серую не знаю е продолжаем вот таким же образом до конца и опять поменьше можно взять r g вот эту часть r перекручиваем g подгадываем и вот эту часть е вот сюда r вот так g сюда ну а дальше помолчу и делаю это дело так теперь тут с буквой о немножко давайте пошаманим и е вот так вот р перекрутим и g вот так вот подставим еще р перекрутим побольше подгадаем букву о и е немножко выведем вот сюда теперь r опять же перекручиваем и g вот сюда подставляем я фишка в чем что можно до конца и вывести вы видите что восклицательный знак отдельно его можно другой курвой написать конечно второй ну давайте соединим как то вот эту попробуем точку сделать по примитиву конечно для понимания происходящего процесса словом g подставляем r перекручиваем g подставляем это чтобы было более завернуто завернуто более красивее вот так можно g подставить е выводим на точку так приближу поближе и теперь перекручиваем g перекручиваем g подставляем е отставляем r перекручиваем g как ты вот так эту вот так наверное эту тоже и п Probably перекрутим эту тоже чуть-чуть побольше образом е опять же скручиваем и g вот сюда выводим вот это еще больше а было поменьше ставить вот так вот пускай как тот фигурно будет теперь что тут выходит это тут вот эту берем и ставим е вверх выводим вот эту немножко выключен g теперь верхнюю и не запускаем эту и перекручиваем g и е ведем как бы вот сюда теперь е вот сюда эту g повыше а это немножко р ровняем так вот g идем вот сюда давайте посмотрим что получилось вам отключим вот в таком духе тут навершено накручено ну давайте теперь сделаем с этого анимацию так вот этот план в object mode заходим можно его план выбрать и удалить он нам больше не понадобится вот как все накручено следом включаем видимость карандаша вот карандаш делаем с вот побольше он сделаем единица на нампаде g поднимаем семерка на нампаде и находим начало где-то вот тут должно быть начало сейчас посмотрим выбираем без ер выбираем вот эти курвы ставим резолюция 32 рендер 32 энтер здесь ничего не меняем так остается находим геометрии и вот находим так бэвел поставим немножко бэвел надуем вот до такого состояния здесь уже у нас ставится первый и последний кадр смотрим таймлайн перетаскиваем колесико зажатое и смотрим как будет все это дело рисовать так это убираем и вот он пошел переплетать также можно здесь немножко поиграться вот так вот все дело подвигать здесь можно тоже немножко поиздеваться а здесь добавить толщину вот до такого состояния но нам такой не на нам именно чтобы как будто карандаш рисовал тонко ставим теперь всему этому цвет именно давайте черный добавляем бумагу shift а мэш добавляем план делаем ему с так немножко его с плюс ним вот до такого размера и добавим плану именно иметь текстур сейчас я вам покажу иметь текстур и мятая бумага можно скачать из интернета текстуры бумаги так десктоп вот такая такое состояние у нее ну а теперь нужно заанимировать карандаш так сначала за анимируем вот эти буквы мотаем выбираем вот эту курву и находим эту саму настройку курвы вот здесь вот убираем до конца and и пишем допустим нажимаем на нее и английскую это первый кадр последний кадр будет пускай сотый прибавляем теперь до конца и жмем и так у нас 100 кадров ну а теперь на карандаш представить и ко всему этому за анимировать смотрим как все это дело будет писаться чуть-чуть оставляем хвостик чтоб найти его вот здесь вот выбираем карандаш единицу на нампаде и нажимаем его как семерка G оставляем вот сюда чтобы он рисовал и было видно что это карандаша и что-то плохое так семерка на нампаде получается приближаем находим G вот этот кончик ну и как вот по прошлым роликом пишем только карандаш прописываем все не надо выделять буквой А а пишем и и пишем лок рот только карандаш дальше идет рисунок G переводим карандаш сюда пишем и лок рот дальше G карандаш сюда и лок рот ну и пошли дальше вот таким же образом только теперь ловим вот эти все изгибы верхние и чаще ставим анимацию вот это карандаша и лок рот дальше timeline перематываем опять же ставим где-то вот сюда наверно надо поставить вот вот здесь где-то сейчас перескочила G где-то вот сюда и лок рот ну и погнали дальше здесь уже вот этот изгиб лок рот и продолжаем так все до сотого кадра G сюда G сюда сначала где-то тут надо его поставить вот сюда вот на хвостик и лок рот G G и опять же лок рот погнали погнали G сюда работаем только карандашом и лок рот сейчас начнутся завитки здесь уже можно как бы почаще вот вот сейчас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... немножко тут чуть-чуть чтобы слабее было и вокруг и смотрим ну вот нормально так теперь смотрим что тут получается джей вот сюда чуть-чуть карандаш еще можно покрутить и окрут и вот на этом кадре тоже немножко джей вот теперь он пошел вверх уменьшаем немножко и продолжаем вот изгибаем опять же джей и пачесе он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим G его где-то вот сюда... И локрот... Теперь единица на нампаде... Солёсиком уменьшаем... R... G... Так... На следующий кадр не переключился... Так... R... G... G... И... Локрот... Семёрка на нампаде... И попробуем... Давайте ему поставить... Так... На сотый кадр... G... Уводим сюда... И... Локрот... Единица на нампаде... И на следующем кадре... Сразу прям... Резко... Падает... Вот так... Нормально будет... Ставим... Сто... Четыре кадра... Enter... Вот такая получилась... Анимация... Семёрка на нампаде... Перекручиваем... Выбираем камеру... Жмём... S... Потому что... Большая... Именно... Модель... Так... Теперь... Единица на нампаде... Перекручиваем... Тройка на нампаде... Тоже... Поправляем... Семёрка на нампаде... Перекручиваем... Единица... Перекручиваем... Ну и с помощью MOV... Всё это дело... Поднимаем... Выравниваем... Ноль на нампаде... Добавляем... Shift-A... Mesh... One... Вниз его... Опускаем... Делаем ему... S... Чуть-чуть можно приподнять... И назначаем ему материал... Пускай как стол будет... Или текстуру стола... Можно добавить... Так... Вот такой... Пускай будет... Мёрка... Ноль на нампаде... Когда вы установили камеру... Настроили свет... Вот... Всё это дело включено... Ноль на нампаде... Ноль на нампаде... Вот... Стол... Бумага... И вот... Такая вот... Анимация... Вот он рисует... Раскрицательный знак... Сам тут становится... Мотыляется... Это я уже переделал чуть-чуть... Ставите... Так... Рендер... Вот эта функция... Output Properties... Нажимаете... Куда бы вы хотели сохранять... Именно... Рендер... Ацепт... Выбираете формат... AV... MPEG Video... Допустим... Вы будете снимать... Ну и всё... В принципе... Можно нажимать... Рендер... И рендер анимации... Всё... Всем пока... До свидания...